Рост парниковых газов, потребление воды, повышение ее загрязненности, истощение земель и природных ресурсов вынуждают искать новые источники энергии. К ним относятся и биогазовые технологии. По прогнозам, вклад биомассы как дополнительного источника энергии к 2040 году превысит 23% от общего энергопотребления в мире. Здравствуйте, с вами программа «Зеленая экономика» и я, Айсара Бесенова. Сегодня мы расскажем о развитии альтернативного топлива будущего. Пользу экологических установок уже смогли оценить в одном из фермерских хозяйств Карагандинской области. Крестьяне ввели в эксплуатацию биогазовую установку. По их словам, такая идея родилась не случайно. Основная деятельность предприятия связана с разведением скота. Фермеры долго думали над тем, как наладить безотходное производство. Решением стали установка специального оборудования для переработки животноводческих стоков и получения метана. Большую часть установки собрали сами работники комплекса. Итак, разберемся по порядку. Что такое биогаз, как его получают и где можно применить? Это процесс переработки наших биоотходов на три фракции. То есть это биогаз, непосредственно который является метан, гумус, который идет на удобрение, и чистая вода в процессе разделения на фракции. Твердые, жидкие, газообразные. Данная установка обеспечивает переработку 500 кубических метров животноводческих стоков в сутки. В результате за год обеспечивается выработка более 2 миллионов кубометров биогаза. 3 тысяч в 650 мегаватт электрической и свыше 4 тысяч мегаватт тепловой энергии. Вместе с тем фермеры получают 10 тонн микробиологических удобрений в сутки. Попутный продукт полезен тем, что способен усваиваться растениями на любой стадии вегетации. По словам главного инженера предприятия, такая технология в Казахстане не имеет аналогов по мощности и производству. Установка состоит из 20 реакторов общим объемом 1200 кубических метров. В них образуется, очищается и гидролизуется газ для начальной подготовки сырья. В настоящее время предприятие частично обеспечивает себя электроэнергией за счет собственно выработанной. Это позволяет заметно снизить себестоимость продукции. В будущем здесь также планируется увеличение производства энергии. Биогаз является одним из перспективных альтернативных источников энергии. Как его получают? Мы получаем в реакторах газ метан, дальнейший его путь на наши генераторы. И в результате, когда биомасса отыграет, выделит весь газ, накопившийся внутри, получаются две фракции – жидкое и гумус в виде гумуса. Гумус – это удобрение, соответственно, а жидкая – осветленная вода, которая попадает на нашу рыбу. Насколько нам известно, птичий помет и свиная жижа являются токсичными биомассами. Как решаете данную проблему? Да, действительно, получается, в результате разложения биомасс выделяется сероводород, углекислота – два, и газ метан – три. Все эти источники выделяются. Но сероводород мы растворяем в воде, то есть и утилизируем в канализацию. Газ метан, соответственно, из него мы вырабатываем электричество, а углекислота, углекислый газ в дальнейшем планируем накопление и производство сухого льда. Есть ли у вас специалисты и лаборатории, которые занимаются исследованиями в данной области? Есть у нас человек, занимается всеми происходящими процессами внутри, ну и отслеживает все процессы, дальнейшее развитие, перспективу и строительство биогаза. Какие ваши стратегические планы? Идея перспективна в плане того, что это безосходность производства – это первое. Второе – это помощь сельскому хозяйству в виде того же электричества. Третье – это чистая вода, стоки, которую мы можем использовать вторично для, допустим, помывки наших ферм, корпусов, зданий и прочего. Ну и третье – это непосредственно гумус, который получается со сточных вод. Его можно использовать в сельском хозяйстве. Схема производства проста. Отходы периодически подаются с помощью насосной станции или загрузчика в реактор, который представляет собой подогреваемый железобетонный резервуар с миксерами. В нём живут полезные бактерии, которые питаются отходами. Вырабатываемый биогаз является продуктом жизнедеятельности бактерий. Для поддержания жизни бактерий требуется подача корма, отходов, подогрев до 35 градусов по Цельсию и периодическое перемешивание. За всем этим процессом следят операторы. Они контролируют всю работу биогазовой установки. Моя основная работа – это загрузка биомассы и также разгрузка биомассы в реакторы. Газметан поступает в газгольдеры. Это вот накопители на улице стоят, там 6 бочек. Из них уже газметан поступает на газогенератор, который вырабатывает электроэнергию. Также стоит отметить, что сама биогазовая установка очень экономна. Потребляет всего 10-15% от производимой энергии зимой и 3-7% летом. А вырабатываемого ею тепла достаточно не только для обогрева коровника, свинофермы или птичника, но и для текущих хозяйственных нужд – получения пара, кипяченой воды, сушки соломы, семян, дров и прочего. Возле биогазовых установок выгодно ставить теплицы. Излишки тепла могут служить для поддержания нужной температуры. Если учесть, что в себестоимости тепличных огурцов, помидоров и цветов 90% затрат составляют расходы на тепло и удобрение, это очень эффективно. Получается, что возле биогазовой установки теплица может работать почти бесплатно, с максимально высокой рентабельностью. Такие проекты позволяют сократить до минимума выбросы парниковых газов, значительно улучшить санитарное и гигиеническое состояние предприятий и прилегающих территорий, а также исключить сбросы загрязненной воды на поля фильтрации. Отходы сельского хозяйства и пищевой промышленности после переработки в биогазовых установках позволяют получать качественные минерализированные азотные удобрения, которые повышают урожайность на 30%. Поэтому на свиноферме в Карагандинской области решили провести эксперимент. На небольшом участке работники выращивают картофель и тыкву. Наша съемочная группа убедилась – полученный урожай выдался на славу. Здесь также функционирует цех по разведению осетровых. Техническое состояние воды отлично подходит для разведения этих видов рыб. Эта идея пришла сразу с внедрением на предприятие биогазовой установки. Изначально было ясно, что будет оставаться теплая вода. На сегодняшний день количество рыб уже достигло 15 тысяч, а маточное стадо – до 250. В этом году рыбоводы предприятия планируют получить икру. Пока осетровых разводят только для внутреннего потребления. Но фермеры рассматривают и экспорт продукции в будущем. В нашей стране во многих населенных пунктах нет полного обеспечения природным газом. И биогазовые установки могут стать неплохой альтернативой. К тому же на селе сырья для такого топлива в избытке. Навоз, опавшее листва, загнившее зерно, ботва и многое другое. То, что обычно идет в компостную яму. Такая культура, как топинамбур, является отличным сырьем для биотоплива. А в нашей стране можно засеивать им до 160 тысяч гектаров площади. Также производство биогаза особенно эффективно в агропромышленных комплексах, где обеспечивается практически замкнутый технологический цикл. Биогаз можно накапливать, перекачивать, излишки продавать. Для заправки автомобилей устанавливается дополнительная система очистки биогаза, после чего его можно использовать как топливо. Очищенным биогазом можно заправлять технику, что очень актуально в настоящее время в условиях постоянного роста цен на солярку. Побочный продукт очистки углекислогаз, из него тоже можно получить определенную прибыль, использовать как сухой лед для газировки или в технических целях. Биогаз, очищенный до состояния биометана, в качестве топлива может внести важный вклад в защиту климата, повышение надежности энергосбережения и уменьшение эмиссии шума. Уже более 80 общин в Германии делают ставку на применение экологичного, экономичного и работающего на природном газе двигателя для своих автобусов. На 180 газозаправочных станциях в Германии можно заправить автомобиль чистым биометаном. По абсолютным показателям, по количеству средних и крупных установок, ведущее место занимает именно эта страна. 8 тысяч установок. Среди промышленно развитых стран, ведущее место в производстве и использовании этого альтернативного источника энергии, по относительным показателям принадлежит Дании. Биогаз занимает до 18% в ее общем энергобалансе. В Западной Европе не менее половины всех птиц и ферм отапливаются биогазом. Надеемся, что с проведением Экспо-2017 фермеры и животноводы Казахстана будут активнее развивать свою деятельность в данном направлении. Казахстан имеет огромный потенциал для развития сельского хозяйства. С обширными территориями наша страна может стать ведущей, как в животноводстве, так и в растеневодстве. Для развития этих направлений поможет внедрение самых передовых технологий и инноваций. Как вы сегодня убедились, одно из решений данной задачи в переработке животноводческих отходов и растений. Оставайтесь с нами на телеканале Хабар 24 и будьте в курсе экологических новостей. Остальные выпуски нашей программы смотрите на официальном сайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова